Добрый день, меня зовут Сергей. Данный ролик посвящен следующей теме. Ремонт полиэфирных катеров эпоксидными материалами. На самом деле, как бы во всей литературе, во всех методичках, везде, где бы вы, что бы вы ни нашли, что в интернете, что где угодно, везде написано одно, что у эпоксидных материалов хорошая адгезия к полиэфирным материалам. Но при этом, другими словами, теоретически получается, что можно совершенно спокойно брать эпоксидные материалы и производить ремонт полиэфирного корпуса катера. Тем более, куча организаций предлагают различные автомобильные шпаклевки, еще какие-то на базе эпоксидной смолы. Но, по непонятной причине, вот сколько не приходило катеров, у всех катеров, которые были отремонтированы подобным образом, была всегда одна и та же проблема. Эпоксидка отваливалась. То есть, другими словами, что по теории все должно быть здорово, на практике все не получается. То есть, я сталкивался неоднократно, что катера, которые приходили из-за границы, я, который покупал, если были какие-то следы ремонта, или которые вообще, в принципе, самые разные ситуации. Катера, которые приходят в ремонт, их было достаточно много. Потому что обычно к нам приходят катера, которые кто-то уже колхозил. Колхозят исключительно эпоксидкой, потому что всех остальных материалов, ну, этот, может быть, просто даже не знают. И либо шпаклевками, либо еще чем-то были случаи, когда вскрывали корпус, он был вообще замазан просто этим, как его называется, герметиком. И закрашен краской. То есть, ну, разные колхозы бывают разные. Но все почему-то, очень часто люди считают, что можно отремонтировать эпоксидный катер, полиэфирный катер, эпоксидной смолой и эпоксидными материалами. Но, говорю, ну, вот сколько раз мы с этим не сталкивались, результаты всегда были фиговые. Вот я сейчас вам на примере данного корпуса покажу. Здесь тоже были ремонты, произведены эпоксидками, то есть, и они точно так же не получились. То есть, почему-то всегда эпоксидка отваливается в конечном итоге. Она, причем, выводится вровень с корпусом. То есть, вот шпаклевки все не видно, даже, то есть, как бы следов ремонта не видно, все получается вроде бы здорово. Но удар, и она отлетела. Отлетает она прямо кусками, то есть, такое ощущение, что ее держат только по внешним кромкам. Внутри она не держится вообще. Я очень долго задумывался над тем, ну, вообще, в принципе, странная ситуация, потому что, как еще раз говорю, если вы возьмете любую методическую рекомендацию, вы позвоните на любой завод, будете разговаривать с любым технологом, они все в один голос вам будут говорить одно и то же. От гези эпоксидных материалов к полиэфирам хорошая, наоборот, никакая. Но здесь хорошая. И, в принципе, как бы, ну, меня эта тема постоянно интересовала, потому что, ну, действительно интересная тема. Почему? То есть, вроде бы все должно получаться у людей, все должно быть хорошо, но на самом деле получается полная хрень. То есть, все, что сделали, в конечном итоге все отваливается, лопается и все остальные дела. При ремонте же насыщенными полиэфирными материалами проблем никаких нет. Вот, еще раз повторюсь, именно насыщенными полиэфирными материалами, у меня нет опыта работы с ненасыщенными бестирольными материалами, но я подозреваю, что у них может быть проблема такая же, как и с эпоксидными материалами. И здесь возникает логическая вещь, что во всем виноват стирол. Стирол, который содержится в корпусе лодки. Он не уходит никуда, он не полимеризуется на 100% и никуда не выходит, он все равно есть. Я разговаривал как-то с рядом своих друзей, которые занимаются постоянным ремонтом, ну не ремонтом, а изготовлением мебели из полиэфиров. То есть очень, как его называется, очень серьезное производство. Очень давно они в этом деле, то есть я разговаривал с мастерами и с технологами, с разными совершенно людьми. Вот все замечают одну и ту же штуку, что вот корпус, вот если сейчас его просто понюхать, то есть он будет, он ничем не пахнет, то есть гельхоут, весь все нормально. Но как только начинаешь, и я сам это тоже замечал, как только ты начинаешь шкурить, запах стирола начинает просто идти из всех щелей. И получается, что при зашкуривании стирол, который находится внутри корпуса, он никуда не делся, он так и находится внутри корпуса. То есть это, вот это на самом деле как бы это теория, но это лично, может быть лично моя теория, может быть она подтверждена какими-то изысканиями там у кого-то. Потому что мысль о стироле мне пришла в голову достаточно давно. Потому что с этой дрянью мы сталкиваемся очень часто. И вообще стирол это дрянь еще та. То есть то, что он воняет, это один из его попочных продуктов. Когда, если ты работаешь с ним в материале. Но он еще и разрушает все на свете. У нас была ситуация, когда этот, как его называется, мы столкнулись с тем, что в качестве эксперимента на только что отреставрированную поверхность нанесли грунт. Вот. И этот грунт сгорел от стирола. Ну то есть был не вставший, мы взяли просто гилькоут, не топкоут, а именно гилькоут. То есть и провели следующий эксперимент. То есть мы нанесли гилькоут на поверхность. Соответственно у него стирол весь вышел. То есть гилькоут внутри как бы полемизовался. Но верхняя поверхность находится под стиролом. После этого мы на стирол, вроде бы стирол. Ну то есть поверхность трогаешь липкая. Адгезия классная должна быть. Вроде все здорово. Но в теории все здорово. Вот. Но наносишь на него любой материал. И этот материал начинает либо сжигаться, либо скукоживаться, либо трескаться, либо отваливаться. Буквально некоторое время назад, когда я занимался вопросами наблюдения и изучением осмотических процессов, которые в принципе, ну вот я занимаюсь, мы занимаемся ремонтом и лечением осмоса. Вы это видели, по-моему. У меня достаточно много вопросов и роликов по лечению осмоса на катере. Вот сейчас я буду снимать ролик по осмосу. И достаточно глубоко и интересно я изучаю эту тему. То есть на самом деле вопрос как бы складывается в следующем. То есть любой здравомыслящий человек, если он имеет технически грамотный, если он не ботаник, и он работает в какой-то отрасли, он будет в нее вдаваться. То есть он будет изучать и будет стараться понять, почему получается так, почему получается не так, что происходит здесь, что происходит там. И будет стараться разобраться в данном процессе. В принципе, мне всегда, то есть если я сталкиваюсь с материалами, то есть мне интересно понять, как они работают, почему это происходит так или иначе. Вот, какие здесь могут быть косяки, какие могут быть подводные камни. Я всегда стараюсь это дело изучать. И вот, разбираясь с осмосом, мне попалось, я скачал, вот сейчас вот катер будет, катер очень серьезно лечится от осмоса. Как вы видели, первый шаг мы уже сделали, то есть внутренний осмос мы уже убрали, и мы его вылечили. То есть больше изнутри осмоса на катер не пойдет. Сейчас занимаемся лечением наружного осмоса, убираем повреждения и все остальное. Ну, говорю, вы увидите, сейчас это будет другой ролик. Но при этом я изучал брошюру International по специальному противоосматическому эбоксидному грунту, именно эбоксидному грунту, в котором было очень достаточно ряд интересных фактов. То есть, например, они пишут, что они рекомендуют обрабатывать новые катера в обязательном порядке противоосматическими грунтами. Но спустя полгода после их эксплуатации, не после выпуска с завода, что вот он стоял в магазине или еще что-то, в полгода после эксплуатации. То есть, для чего это делается? Это делается для того, чтобы ушел избыточный стирол из поверхности корпуса. То есть, даже если вы произвели этот, как его изготовили новый катер, изготовили новый корпус, у него липкости нету, он блестит, все красиво, но у него на поверхности есть достаточно большое количество неосвободившегося стирола. И вот фирма International, а я очень уважаю эту фирму по той простой причине, что я очень много работаю с ее материалами, и вот Косяков у меня был с ней всего один, и это был непонятный косяк, но это как бы другая песня. А больше, с учетом нескольких лет работы, в принципе, я абсолютно четко доверяю данной фирме. Ну и то, я думаю, что косяк был из-за того, что этот ремонт производили зимой, и вероятнее всего прислали просто, могли быть замороженные материалы где-то в процессе пересылки. То есть, был косяк один раз. Ну вот, то есть, потому что материал прислали, но он был некачественный. А в остальном все проходит изумительно. В течение всего срока годности, то есть, все работает так, как положено. При летних, при этих, как его называется, летних ремонтах, вообще никогда никаких, вот просто вообще с этой фирмой никаких проблем. Все очень четко, очень стабильно. Если написано, что работать должно так, работает так. Соответственно, значит, фирма International изучала данный вопрос. У них есть завод, это заводы, завод, это организация, серьезная организация, у которой есть штат технологов, штатный штат технологов, который занимается изучением тех или иных вещей. И если эти технологи конкретно дают рекомендацию о том, что нельзя наносить эпоксидные материалы на стирол, значит, в этом есть логическое зерно. После этого, говорю, я еще раз, как рассказываю, что я еще раз, вот, эта вот тема запала. То есть, после этого я общался вот еще с своими друзьями, они тоже, в принципе, замечали неоднократно, то есть, вот мы замечали, что вот они замечали, что вот даже берешь ровную поверхность корпуса, изделия сделаны из насыщенных полиэфирных смол, а катера все сделаны на 99% из насыщенных полиэфирных смол. Никто не заморачивается с применением ненасыщенных смол безстирольных. Все сделаны со стиролом. А российские катера еще и, блин, и липнут, и воняют всю свою жизнь от этого стирола, потому что там нарушают технологии по черному. Скажем так, у меня был в свое время катер Нептун, вот, у которого корпус липы на протяжении всего периода, что он у меня был. Но я испортил кучу одежды, кучу вещей, то есть, это все пропахло запахом стирола, это просто невыносимо. Но это опять отдельная песня. Как еще раз говорю, то есть, в основной массе всегда используются насыщенные полиэфирные смолы. Это стирольные смолы. Этот, как его называется, стирольные смолы, стирольные гельколоты и все остальные стирольные материалы. И вот, когда вы берете, допустим, вот это вот изделие, которое сделано из насыщенного стирола, он встал, прошло время, изделие перестало пахнуть стиролом. То есть, вы его нюхаете, стирол не пахнет. Но стоит его сошкурить, появляется запах. Запах характерный. Те, кто занимается этими вопросами, они всегда это вот увидят и почувствуют этот запах, который начинает распространяться в воздухе. Стирольный запах не спутаешь ни с чем. То есть, другими словами, внутри корпуса получается, что есть стирол. Весь стирол не может, вероятно, преобразоваться и полностью улетучиться в процессе полимеризации. И он все равно остается внутри корпуса. То есть, никуда он не девается. То есть, это вещь, которая никогда никуда не девается. При этом, я могу сказать следующее, что даже катера, которые 30 лет и более были в ремонте, и то они после очистки все равно имели запах стирола. То есть, после, как только начал обрабатывать, ты чувствуешь вот этот вот запах. Запах полиэфиров, запах стирола. Его не спутать ни с чем. И поэтому здесь, как бы, вот такая вот картина. Что этот, как его правильно сказать. И я так полагаю, что когда вы зачистили вот эту вот поверхность, вы добрались до слоя, не полимеризовавшегося стирола в каком-то виде. Но это еще раз говорю, это мои личные изыскания. То есть, это мои личные соображения на данную тему. Но они основаны исключительно на опыте работы с данными материалами. На опыте изучения литературы. На общении с другими, допустим, мастерами, кто этим занимается, подобными работами. И после того, как вы нанесли сюда непосредственно, нанесли на полиэфир, нанесли эпоксидные материалы, вот этого вот оставшегося стирола, вероятно, хватает для того, чтобы отбить адгезию эпоксидки к полиэфиру. И получается такая картина, что вроде бы в теории все должно работать, а на практике все отваливается. Так что вот, я очень настоятельно рекомендую не заниматься никому изысканиями. Если катер сделан из насыщенной полиэфирной смолы, ремонт производить исключительно насыщенными полиэфирными смолами. И ничего придумывать не надо. Во-первых, это недорого. То есть, это гораздо дешевле, чем, допустим, использовать дорогие, хорошие эпоксидные смолы и все остальное. Это бессмысленно. Да, вы столкнетесь с запахом. Да, вы столкнетесь с определенными неудобствами работы. Да, это есть. Ну и что? Ну, это работа того стоит. Вот. То есть, но это гораздо проще и гораздо лучше, чем заниматься какими-то глупостями и непонятными изысканиями, которые могут отвалиться от удара не сразу, а, допустим, через какое-то время. Вот я сейчас вам, кстати, покажу вот тут просто это. Как отваливается эпоксидка с катера, которая вот вроде бы идеально стоит. Вот. Сейчас я нажму на паузу и покажу вот этот процесс. Ну, вот смотрите, вот это вот было повреждение вот здесь. Вот. Это вот уже просто мы отремонтировали. Здесь то же самое было, когда корпус, собственно говоря, здесь было, вот если посмотрите на прошлых роликах, было вот так же вот. Вот так же все было выровнено. Вот это тоже след. Вот это следы ремонта. Вот я вам показываю. Вот следы ремонта. То есть, здесь просто отвалилось сразу. То есть, стоило только приложить небольшое усилие, как просто эта вся вот конструкция, которая была сделана, она просто отвалилась куском. После этого мы произвели, вот видите, здесь зачистка. Здесь вот уже этот снизу, видите, вот блестит, это еще не покрыто гелем. Это полиэфирная смола с этим, как его называют, со стекломатом. То есть, уже все заклеено. Трещина была полностью вот эта вот. Вот эта трещина была вот так вот обернута. Вот. И все. То есть, этот узел уже отремонтирован. То есть, он ждет обработки дальнейшей. А вот здесь, вот смотрите, вот, вот это вот, это корпус. Видите, ничего не делается. Видите? Вот, смотрите. Видели? Вот здесь держится более-менее. Вот, все равно отлетело. Это уже похожий корпус. Вот, скол был здесь. Вот, видите? Вот. Вот это вот точно так же это все отлетает. Это вот эпоксидная смола. Причем, если посмотреть очень внимательно и поближе, вот я вам показываю, здесь даже нет никаких следов. Вот. Вот даже нет никаких следов, то есть, того, что здесь остались какие-то фрагменты эпоксидки. Нет, все просто тупо отвалилось. Отвалилось прямо куском. Вот, сейчас я достану. Вот, вот, смотрите. Вот. Вот. Вот это вот кусок, который, вот он выглядел, вот точно так же. Вот точно так же. Все было выведено, вышкурено. Он выглядел как корпус. То есть, здесь еще мы сомневались, то есть, это корпус или нет. Или, может, просто гелькоут зачистили. Нет, то есть, вот. Вот я вам показываю. Это вот как раз кусок эпоксидки. Вот он отвалился. Без всяких этих, как его называется. Он держался, держался несколько лет, но при этом под ним ничего не было. То есть, другими словами, вот сюда могла попадать вода и все остальное, и запускать осмотические процессы без малейших проблем. Все, нажимаю на паузу. Ну вот, как вы видели, только что я вам, только что показал, как отваливается эпоксидка с корпуса полиэфирного катера. Я эту картину вижу постоянно. Это не разовое явление. То есть, это действительно постоянная картина, когда вот слой прямо вот куском, а иногда просто, вот допустим, там чуть-чуть отходит, чуть-чуть отверточкой подделали ножичком, и этот вот может отвалиться вообще большой кусок. То есть, потому что адгезии, при том, что у эпоксидки должна быть по всей литературе отличная адгезия полиэфиром, на самом деле она почему-то на корпусе не держится вообще. Она еще держится, если, допустим, это все вот идет в массе или еще каким-то образом. Но она хорошо держится в грунтах. Эпоксидные грунты очистишь от корпуса. Но вот когда производится ремонт, ремонт слоем, ремонт слоем эпоксидки, она ведет себя почему-то именно вот так, как я вам только что показал. Так что вот, делайте выводы и не занимайтесь ерундой. То есть, если вы хотите нормально отремонтировать свой лод и делаете это, допустим, самостоятельно, наплюйте на запах и на всю остальную ерунду, на то, что это очень будет, может быть, неудобным, не этот и более сложный в работе, но купите нормальные, насыщенные полиэфирные материалы, композиционные материалы, композиционные смолы, они будут к вашему корпусу лежать нормально, потому что у них основа одна и та же, у них основа насыщенная полиэфирная смола. То же самое, из чего сделан ваш корпус, вашего катера. Так что вот, если будет вопрос, как всегда, можете задавать мне на почту, почта 1серж23собакамл.ру. Спасибо за внимание. До свидания.